Му-му-му! Дай думаю, потру! Аххх... Привет, мои хорошие, с вами Селена Свой, и сегодня будет видео, которое я давно готовила, хотела снимать, для меня немножко сложновато, как-то психологически снимать эти видео, хотя вы давно уже просили, это лайфхаки. На самом деле, я подготовила много разных лайфхаков для вас, я прямо в поиске всяких интересных, Одними я пользуюсь, другими я сама буду проверять. Интересно. И сегодня будут лайфхаки с зубной пастой. Для меня это, конечно, открытие, что зубная паста. Мы будем использовать вот такую зубную пасту. Она у меня уже давно валяется, отбеливающая. Кто-то стучит. В общем, для меня, для самой открытия, что вот такая вот зубная паста может быть пригождена не только для... Да что такое? Волос. Не только для того, чтобы чистить зубы, а много всего ещё чистить. И первое, что можно сказать, что я попробовала почистить, это белое подожжево. Значит, первый лайфхак, если у вас грязная подошва, то вы можете её просто отбеливающей зубной пастой почистить. И вот, смотрите, у меня грязная обувь, да, которая вот была... Ну, она вообще-то и грязная, как бы, если помыть, она будет белее. Но мне нужно её отбелить. И, в общем, я почистила, проверила этот лайфхак, почистила её, и вот что получилось. Вот до, вот после. В принципе, я думаю, если хорошим чистящим средством почистить, будет всё то же самое. То есть, честно говоря, я не заметила ничего такого, чтобы прям этот лайфхак сработал. Здесь ещё, знаете, забеливает всё. А у меня проблема в обуви – это вот когда жёлтая появляется. Вот когда жёлтая появляется, вот от этого надо избавиться, потому что разница всё равно есть. В общем, ну, в любом случае, если нет чистящего средства, то зубная паста отбеливающая вообще просто супер. Второй лайфхак. Второй лайфхак – это то, что вы можете зубной пастой легко почистить серебро. Вот смотрите, у меня был такой вот браслетик от Sunline. Он очень тёмненький. Я его просто взяла зубной пастой без воды, без ничего почистила. И вот смотрите, что получилось. Вот такой вот он светлый, можно его носить. Самое интересное, что он темнеет не на мне. Вот он висит просто у меня чёрный стал, чёрный. Замечательный лайфхак. Зубная паста Calgate. Вы представляете, это реклама какая для зубной пасты. Третий лайфхак. К сожалению, я искала в своей квартире, но не смогла найти ни одного диска. У меня потому что нетбук такой, и диски в него не вставляются. Но у меня есть где-то диски. Ну короче, лайфхак в том, что нужно намазать на диск, аккуратненько размазать пасту. Немножко подержать, даже особо не тереть и не чистить. И потом просто смыть. Вот если у вас диск не читает ничего, то можно использовать вот эту вот пасту. Но по-моему не надо тереть ничего. Я это не могу никак проверить, потому что у меня всё читает, так я выбрасываю диски, если что. Но если у вас такая есть проблема, то попробуйте нанести на диск зубную пасту, потом смыть, на сухо вытереть и попробуйте. Может быть будет читать. Ещё один лайфхак, который вообще меня, он просто заманил. Давайте попробуем. Это зубная паста для увеличения губ. Знаете, всё, что для увеличения губ, и не колоть, хотя можно и поколоть. Ну как бы лучше же что-нибудь, да, такое. Короче, берём зубную пасту. И наносим её на губенья. Теперь... Слушайте, а может она должна быть мятная? А, она мятная, кстати. Белая, думаешь? Короче. Неважно какая. В лайфхаков не было, написано, что должна быть какая-то супер... Хотя я думаю, что зубная паста, наверное, за счёт... Я не взяла ничего, чтобы вытереть, но ладно. Я думаю, зубная паста должна быть, короче, какая-то перчёная, там, не знаю, какая-то ментоловая. Я думаю, я понимаю, за счёт чего могут увеличиваться губы. Да, за счёт того, что... У меня в гостях просто пленочка. За счёт того, что она начинает стимулировать кровь, и вот эта вот кровь, она там начинает увеличивать ваши губы. Короче, ждём 20 минут, и потом вернусь. Так, я смыла наши губы, смотрите. Смотрите, какие огромные. Ну, девчонки, на самом деле, когда я беру какие-то увеличивающие помады, честно говоря, ну, есть такой лёгкий эффект покалывания, и... Да, но у меня паста такая неядерная, поэтому она ничего не увеличила, но я чувствую такое увлажнение, и такое, знаете, лёгкое, свежий ментол на губах. Прикольное, кстати, ощущение. Я думаю, что можно наделать какие-то масочки на губах с помощью этого. В общем-то, ну, что-то интересное такое, но не увеличивало. Вот отбеливающая паста Colgate Max White не увеличивает губы. Может быть, другая какая-то увеличит. Мы это с вами потом попробуем. Но у нас ещё лайфхак есть. От чёрных точек нужно просто нанести зубную пасту на нос. Давайте нос. Ну, у кого в другом месте зубные чёрные точки? Можем в другом месте, короче. Ну, знаете, сам факт, что он не только там от чёрных точек избавляет. У неё точки невидимые, поэтому я их не показала. Короче. Я видела, что девчонки брали ещё и зубной щёткой, тёрли вот так вот, тёрли, втирали. Знаете, я думаю, что любое средство, даже не зубную пасту, если так втирать зубную щётку, даже вообще просто зубную щётку, если потереть. Что за глаза? Ментол. Оглазение. Короче, надо вот так подержать 20 минут. И чёрные точки исчез. Да, я думаю, потру. Ай. Просто хочу, чтобы... Да, по-любому нос сейчас будет кайфовый. Прикинь, да? Какая разница, я это делаю с зубной пастой или вот у меня сейчас пилинг получат? Слушай, глаза. Дыхание. Короче, я думаю, что сейчас нос будет вообще классный. Среди сад насморка, кстати, да. Пробивает носик прям. И глазки, и носик всё пробивает. Дед Мороз, красный нос. В общем, я, не жалея своего загара и бронзатора, в сегодняшних сделала на носу эту штуку. И вы знаете, носик у меня стал мягкий. Но оно и понятно. Я же щёткой его тёрла. Ну, я видела, что тёрли щёткой. Ну, что-то я не думаю, что прям, знаете, нанесла зубную пасту. Ну, может быть, она, конечно, разъела мои чёрные точки. Но для пущего эффекта. И, в общем, у меня сейчас всё горит. Вот у меня губы сейчас такие, знаете, они горят немного, вот, ментолом пощипывая, да. И нос такой свежесть имеет. И он очень гладенький, мягенький. Я думаю, что чёрных точек не было. Какой смысл, пока. Итак, следующий лайфхак. Со мной уже малышня. Как я говорила, сложно мне снимать эти видео. Уже столько дел попеределала. Как я уже говорю, постарела. И всё, я снимаю зубную пасту. Уже зубная паста закончилась. И зубы все высыпались. Мы с Леной шутили сегодня. Ещё я слышала такое, что зубная паста, она стирает лак с ногтей. Давайте попробуем. У нас зубная паста, ваточка. И, чтобы наглядно это всё было видно, у нас вот такой вот лак. У меня, ну, как бы не нарощенный, у меня покрытый ногти гелем. Но я думаю, что ничего от этого не меняется. Я просто накрашу сейчас лаком ноготь. Он подсохнет сейчас. Мы не будем там всякие скидосы давать. Сейчас он подсохнет и будем стирать. Итак, прошло время. Всё, он даже вмятия не оставляет. Вот я стучу по нему. И он гладенький, такой же, как и был. Вот стучу. Видите, не оставляет следов. Он подсох. Теперь мы берём... Что мы берём? Мы берём нашу пасту Colgate. Выдавливаем сюда немножко. Я думаю, этого достаточно, да? И начинаем тереть. Лайфхак, пожалуйста, работай. Вообще ничего не происходит. Вообще ничего не происходит. Кто-то кричал, что стирает. Прям не очень хорошо. Она типа стирает. Вообще ноль. Представляете? Кстати, он подсох у меня за одну минуту лаком. И вот такой вот эффект был. Это иллюминэ, кстати, хороший. Хороший. Иллюминэ, гель-эффект. Гель-эффект. Хрен сотрёшь. В общем, он сделал его матовым. Что я заметила. Ну, немножко матовым. Но всё равно не стёр ни капельки. Этот лайфхак не работает. Но-оу. В случае использования такого лайфхака всегда нужно иметь с собой жидкость для снятия лака. Чтоб в случае не работы, лайфхак это просто стереть ноготь. Я вам все рассказала о лайфхаке с зубной пастой. И больше ничего такого не нашла. Вот ты знаешь какие-нибудь лайфхаки с зубной пастой? Только обувь, да? Тоже. Ну, у тебя помогает? Обувь всё, ребят. Тебе не помогает? Ну, вот, короче, надо знать. Девчонки, вот я открою комментарии под этим видео, потому что мне интересно ваше мнение. Во-первых, мне интересно, знаете ли вы какие-то лавхаки с зубной пастой? Лавхаки. Пожалуйста, расскажите. И если будут какие-то интересные такие идеи, я обязательно их попробую, проверю и для вас сниму. Так что, если вы пользуетесь зубной пастой не по назначению, пишите. Вот, и если кто-то знает, как избавиться от... Надо не показывать вот так. Если кто-то знает... Ну да, они грязные. Если кто-то знает, как избавиться от жёлтого, вот это, знаете, не просто вот белое, это понятно, что почистить, а вот желтеет подошва бывает. Я из-за этого не люблю вот брать резину такую. Обидно очень становится. Если кто-то знает способ, я, конечно, буду ещё искать, но если кто-то знает способ, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Всё, мои хорошие, я с вами прощаюсь, была рада поделиться этими всеми идеями. Впереди очень много лайфхаков. Я готовлю лайфхаки для мам, для маленьких детей. Вообще, очень много полезных вещей, которых я сама впервые узнала, попробую. А есть то, что я пробовала, а есть то, что мои зрительницы мне советовали, и это вот как работает. Так что впереди будут ещё лайфхаки. И, конечно же, куча лайфхаков для нас, для девочек, для красоты, для того, чтобы мы такие были красивые, и вообще нихрена не делали, чисто в потолок плевали, и красота приходила к нам. Короче, лайфхаки для ленивых, и то, что вообще... Короче, кайф. Всё, ждите, мои дорогие, подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз. Ставьте лайки обязательно, потому что, чтобы я знала, что вам понравилось, что было полезно, и я буду продолжать делать, как бы тяжело мне эти видео не было снимать, именно лайфхаки, потому что, не знаю почему. В общем, всё, я побежала делать реснички, а вас целую и люблю. Общаемся в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok